Добрый день, коллеги! Мы поговорим о тех решениях, которые на сегодняшний момент стандартизованы в Российской Федерации, насколько это все можно применять в специфике интернета вещей, индустриального интернета вещей. Нужно сказать несколько слов про специфику этого взаимодействия, этих устройств, о том, что под интернетом вещей можно понимать очень многое. Я сразу оговорюсь, что те устройства, которые достаточно мощные, уровня смартфонов и которые работают в привычных нам стыке протоколов, наверное, наименее интересно рассматривать, потому что можно применять существующие решения, подходы и это все будет работать. Конечно же, мы сконцентрируемся больше на проблемных устройствах, которые ограничены в ресурсах и каналы, которые являются каналами интернета, привычным для нас пониманием. Именно поэтому, говоря об интернете вещей, во-первых, я буду понимать именно такие устройства и в плане взаимодействия иметь в виду также любое межмашинное взаимодействие, то есть, чтобы не было иллюзий, что это интернет в привычном понимании. Здесь на слайде отражены те задачи, которые вендоры устройств интернета вещей решают в своих устройствах. Это не российская аналитика. Мы видим, что, конечно, есть задачи, которые специфичны для устройств интернета вещей, доверенная загрузка, но, в принципе, все те же сценарии, которые мы знаем по классической криптографии, даже конфициальность, они также востребованы. Ну, естественно, конфициальность, обеспечение целостности, аутентичности. В плане протоколов, что важно, протоколы здесь действительно отличаются. То есть, огромное количество протоколов беспроводных, в том числе протоколы LPWAN, в том числе сотовые сети, и они продолжают развиваться и увеличивать долю рынка. Если мы говорим про протоколы LPWAN, протоколы с низким энергопотреблением и большим радиусом действия, то есть, есть картинка по долям рынка в целом в мире, да, то есть, мы видим, что больше занимает NBIO, LORA. Здесь важно, что было показать на этом слайде, что протоколов достаточно много. Это разные технологии, как по физике, так и на канальном уровне, а как такового транспорта у них нет. То есть, выше будет уже прикладной уровень. И есть ряд российских разработок, и они тоже все различны. Ну, здесь приведены как раз некоторые протоколы, которые именно в России разрабатываются. Ну, LORA – это протокол международный, тем не менее, у него есть уже российские предварительные национальные стандарты, с учетом некоторых спецификов. И здесь важно, что для всех этих протоколов при разной физике характерны достаточно низкие скорости передачи. И самое главное, они предназначены для устройств с низким энергопотреблением, то есть, в первую очередь, для устройств, которые работают от батарейок. И считается, что они должны работать долго, весь срок службы, 10 лет. Какие особенности? Ну, из всего этого можно и некоторые другие, да, отметить. Это большое разнообразие протоколов, это небольшой объем передаваемых данных. Большая часть этих протоколов, они вообще не относятся к стеку TCP и IP. Распространены многоадресные сообщения. Часть протоколов чувствительны к задержкам. И при этом сохраняются традиционные требования к конверсциальности, целостности и аутентификации. Здесь на двух моментах я бы хотела остановиться чуть подробнее. Первое – это как раз стек протоколов. То есть, как только появляются протоколы, которые не основаны на IP, мы не можем говорить о попытках защиты с помощью TLS или каких-то его модификациях, типа DTLS. То есть, все, это сразу неприменимо. Я уже сказала, что каналы разные, для них характерна низкая пропускная способность. Они могут быть ненадежные, то есть, особо интерактивное взаимодействие там не будешь использовать. И малоресурсные устройства нас интересуют. Те же счетчики, датчики и так далее, у которых, в принципе, мало памяти, мало процессорных мощностей и, самое главное, зачастую требуется низкое энергопотребление. Вот, требования к криптографическим алгоритмам и протоколам, какие мы можем сформулировать на основании сказанного. То есть, криптографические алгоритмы, я хотел бы, чтобы были быстрые, чтобы они требовали низкого энергопотребления, какой-то минимальный набор алгоритмов, чтобы был как минимальный объем кода, который это реализует. Количество добавляемых байтов тоже должно быть минимальным с учетом пропускной способности каналов. И протоколы защиты данных должны быть независимы от протоколов транспортного канального и, на самом деле, прикладного уровня. И вот на этом тезисе я бы хотела остановиться чуть-чуть подробнее. Дело в том, что в мире в целом сейчас сложилась такая ситуация, когда большое разнообразие промышленных протоколов, ну, например, протоколов электроэнергетики, они разрабатывались давно, они давно внедрены. Тогда еще никто не думал про криптографическую защиту. Сейчас этот вопрос встал. И получается, что каждый протокол независимо дорабатывается, туда внедряется криптографическая защита. Это само по себе не очень удобно, потому что мы должны каждый протокол проанализировать уже с точки зрения криптоанализа. Но здесь есть еще большая проблема применительная именно к России. Дело в том, что эта тенденция, к сожалению, проникает в Россию сейчас тоже в защиту от различных прикладных протоколов по отдельности, независимо. В чем здесь проблема? Проблема при сертификации этих устройств. То есть это либо производителям СКЗИ нужно под каждый прикладной протокол разрабатывать свое СКЗИ, значит, его сертифицировать. Ну, это проблема производителей СКЗИ. Либо, может быть, даже еще худший сценарий, особенно с учетом того, что криптография интегрируется в прикладной протокол, она становится очень тесно с ним связана, в некотором смысле неотчуждаема, то есть нельзя провести границу. А это значит, что просто производители всех промышленных устройств должны стать производителем СКЗИ и сертифицировать свои средства промышленные уже как СКЗИ. Это вот огромная проблема. Поэтому мне кажется, что лучше иметь небольшое количество универсальных кирпичиков, которые можно использовать уже в любых технологиях различных. Поговорим, зачем же облегченные PKI для такого взаимодействия. Что характерно для интернета вещей? Это большое количество участников, которые заранее могут быть неизвестны, то есть они подключаются в систему, и их взаимодействия тоже различны. Постоянно меняется топология сети, кто с кем взаимодействует. С одной стороны, это интернет вещей. С другой стороны, здесь можно рассмотреть мобильную автоматизированную систему управления и межмашинное взаимодействие, когда просто устройство перемещается между инфраструктурой. Конечно же, для решения всех этих проблем вроде бы принципы PKI подходят. Естественно, у них следующее преимущество – это простая инсталляция системы в целом, легко аутентифицировать устройства, пользователей, процессы, легко масштабировать, хорошая масштабируемость. Но если посмотреть на то, что у нас есть сейчас, ну, по крайней мере, с точки зрения стандартов Российской Федерации, что у нас есть? У нас есть сертификаты X509. Они очень тяжеловесные. Они много занимают и по объему данных, и довольно трудно их разбирать. У нас есть, ну, как я уже сказала, да, то есть TLS мы не всегда можем применять, поэтому что у нас остается? CMS. Там тоже огромное количество добавляемых байтов. Кроме того, эти алгоритмы, они требуют, то есть они в целом, да, на асимметричной криптографии, но внутри там на самом деле используется большое количество алгоритмов других примитивов криптографических, которые необходимы для функционирования. Соответственно, для всего этого требуется большой объем и кода, и азу, в котором это все будет выполняться. Кроме того, отдельно большая проблема – это, в принципе, обеспечение инфраструктуры, то есть как мы распространяем сертификаты. Как мы распространяем информацию об отзыве, как мы строим цепочки, сам объем ЦРЛ, если вот мы говорим про существующую инфраструктуру, он огромный. То есть получается, что все это плохо подходит для малоресурсных устройств и каналов с низкой пропускной способностью. Тем не менее, в России есть некие где-то попытки, где-то стандартизации более упрощенных подходов. Давайте их рассмотрим. Первое, что приходит в голову – это CV-сертификаты, то есть это сертификаты, которые были специально разработаны для карты. Изначально они упоминаются в стандарте 78-16, и развиваются уже в рамках стандартизации ТК-26, ну и в тех документах, которые в том числе основаны на Западе, на 78-16. То есть там используется более простая кодировка, ну и некоторые поля у нас фиксированы. Но для чего это, в первую очередь, используется? Это идентификация граждан. Есть ряд стандартов на этом основанных, которые в том числе упоминаются в ТК-26 как основа для разрабатываемых метод рекомендаций. Какие у них преимущества? У них размер существенно меньше, чем X-509. Их разбирать проще. И в ТК-26 ведется деятельность по их стандартизации. Правда, ведется она с 2016 года. Однако что стандартизируется? Во-первых, сам формат с сертификатом, ну надо сказать, что он тоже заточен, в принципе, под свою цель, это идентификация граждан. Там, допустим, есть полномочия по доступу, и они специфичны для конкретного применения. Но важно, что какой прикладной сценарий, и какие еще протоколы взаимодействия в паре с ним стандартизируются. А стандартизируется как раз алгоритм взаимной аутентификации микросхем с терминалами. Но это не то, что нам нужно в общем случае в интернете вещей. Ну, из таких приятных тоже бонусов, что, по крайней мере, раньше, может быть, где-то и сейчас, этот формат поддерживался у производителей ССП отечественных. Ну, есть открытая реализация. Ну, какие недостатки? Основное, я уже сказала, что сценарий использования не соответствует тех потребностям интернета вещей, которые есть. Нет протоколов защищенного взаимодействия двух независимых устройств. Да, есть карта и терминал. И, соответственно, если мы попытаемся даже построить какое-то решение, которое использует в себе сертификаты, то априори оно будет проприетарным, само взаимодействие. Это уже нехорошо. Ну, и даже то, что есть, стандартизация ведется долго, как я уже сказала, с 2016 года и до сих пор не завершена. Ну, и инфраструктуры, конечно, для поддержки этих сертификатов сейчас в России нет. То есть есть единственный удостоверяющий центр, и это просто связано с паспортами. Есть еще более компактный формат, это платежная система. Это тоже стандартизовано уже в Российской Федерации. То есть здесь как бы вообще сертификат максимально компактный, просто за счет того, что он абсолютно негибкий и заточен конкретно под цели, такие, которые заложены. Вот он разрабатывался изначально на EMV. Ну, вот у нас есть тоже две рекомендации по стандартизации, то есть документы национальной системе стандартизации. Есть формат сертификата и есть процедура оффлайновой аутентификации платежного приложения. Но то же самое, как и в случае с EV сертификатами. Мы понимаем, что форматы и процедуры, они заточены под конкретную задачу, и не получается их использовать. Нет возможности в общем случае для интернета вещей. То же самое и нет протоколов, защищенного взаимодействия. Соответственно, если мы пытаемся что-то такое использовать, это будет проприетарное решение. Такие выводы можно сделать. Что в плане PKI именно сейчас в рамках национальной системы стандартизации у нас нет решений, которые бы подходили для большого количества сценариев и ситуации. То, что есть, оно как бы нам не подходит. Но самое главное, нет протоколов именно защищенного взаимодействия. То есть если в плане форматов сертификатов что-то вроде бы есть, не факт, что нам подходит, то проблема именно взаимодействия. И, конечно же, в обеспечении самой инфраструктуры. Как я уже упоминала. Ну вот вопросы, которые, наверное, можно было бы пообсуждать. Это есть ли вообще границы применения PKI в интернете вещей. То есть, грубо говоря, как мы думаем, он применим вообще везде, или все-таки есть области интернет вещей, где он никогда не сможет быть применим. Ну, соответственно, нужны ли нам новые форматы, принципы взаимодействия. А может быть вообще без каких-то, без новой криптографии мы ничего не сможем сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!